Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Сегодня 14 ноября, суббота. Вчера была пятница 13. Вчера у нас произошел такой случай неприятный. Убежал Жорик. Я снял видео. Ну что снял? Ну ходил по двору и все. Что там снял? Нет Жорика и все. А сегодня будем его искать. Сегодня утро вечера, как говорится, мудренее. Мы вчера легли спать, выпили карбалолу с Викторией и решили, что с утра будем продолжать поиски. С бодростью духа, не вешая носа, потому что вселенная видит, когда мы грустим, и, естественно, посылает нам тоже грусть. Поэтому решили начать утро бодро, начать его именно с позитива, в надежде, что Жоресик наш найдется. А видео это я сначала не хотел выкладывать, но потом решил, думаю, пусть человечество узнает правду жизни, вот что было вчера в пятницу 13-го. Да, а еще с утра же я выложил ролик, где Жорик лижет Мирке ушко, заигрывает с ней. Ну, думаю, как бы не буду говорить о том, что он пропал, Жорик. Ну, найдется, и тогда и выложу видео. Ну, не смог себя обмануть, все равно как-то и ролик этот сильно не порадовал. Потому что, когда включаешь старое видео, где Жорик играет, а его реально нет в доме, то, конечно, вот вы меня должны понять, что это видео было снято позавчера, еще когда Жорик был дома, а сегодня уже он где-то там, а где он, чего, ну. Ну, в общем, ладно, поделюсь тем, что есть, да и все, не обессудьте. Здравствуйте, земляне, я Александр Дог. Сегодня пятница, 13-е. Ну, пятница, 13-е, ну что тут? Она и в Африке пятница бывает, 13-го. Ну, а вот, как говорится, как бывает выражение, сон в руку, так вот и пятница сработала. Почему она необычная для нас пятница? Сейчас я переключу камеру, и, может быть, вы и догадаетесь, почему она пятница, сегодня 13-е. Я бы сказал, кошмарная пятница. Видите, вот он, от радости аж бог зачесался, гляньте, и хвостиком машет, смотрите, какой. Почему он такой довольный? Не догадываетесь? В общем, в доме сумятица. Сумятица такая. Ну, обратили внимание, вот я ухожу, снимаю, да, обычно всех собачек, лирик такой, прям, радостный. Смотрите, как хвостом крутит, прыгает, бегает. Вы узнаете лирика? Трудно узнать. Смотрите, как он себя чувствует свободно, вольготно. А почему? Как вы думаете, почему? Почему именно в пятницу, 13-го, лирик такой радостный, а Марсик с Миркой грустный? Нет? Не догадываетесь? А Виктория где? Куда она ушла? Пять минут назад она ушла. Ну, ладно, не буду томить вас. Жорик убежал. Сегодня приезжал мастер, вставлял окна в зимнем саду. Ну, я его провожал вот в эти ворота. А те случайно пульт нажал и открылись. В общем, у меня пульт вот так устроен. Это вот кнопка от этих ворот, а эта кнопка от тех ворот. И я по ошибке нажал, и ворота, вон, видите, чуть-чуть приоткрылись. Вот, а я не заметил, вон они. Ворота приоткрылись. Просто я нажал не ту кнопку. И уехал на работу. И в эту открывшуюся дырочку просатился лирик. И Виктория, я приезжаю, она говорит, ворота были открыты, Жорик убежал. Смотрите, видите, они все смотрят туда. Виктория пошла искать его. Я тоже объездил все улицы, все переулочки, все, все, что можно было, я объездил. Объездил, а она пешком ходит и кричит везде, Жорик, Жорик. Вот такая у нас сложилась ситуация. И я жалею только об одном, что на нем нет ни ошейника, нет никаких знаков. Если он даже и найдется, то как нам сообщить? Сейчас Маша уже там в инстаграме дает объявление о том, что пропала собака. Я тоже распечатаю. Это уже завтра будет, сегодня не буду. Я, конечно, полон оптимизма. Написал ко вселенной послание, что Жорик нашелся. Вот такая бумажечка есть у меня, лежит, я ее покажу. Ну вот, они, видите, какие грустные. И Марсик, и Мирка ходят. Они понимают, что чего-то не хватает, чего-то нет. Что-то не так. Какая-то печаль повисла здесь в воздухе. Они и в сад не просятся. Ну, единственное, кто, конечно, хвост колесом, это Лирик. Он понимает, что сейчас он хозяин, что его звездный час, хозяин положения, что звездный час наступил. Нет уж Жорика, он может, конечно, победить Марсика. Видите, он ко мне подходит, смелый такой. Обычно он никогда этого не делает. А тут вот собаки все понимают. Лирик, ну, как-никак, все равно, что он с нами рос, жил, Жоржик. Ну, нельзя же так, прямо, сильно радоваться. Смотри, он как Марсик. Он, видишь, стоит и грустит. Он не подходит. Не просит, чтобы его погладили. Мирка на меня не прыгает. Она, он, утешает Марсика. А я жду, Виктория, должна прийти. Это и обед уже не идет на ум. Марсенчик, ну что ты там? Марсюха, ну хватит, все. Отходи, наковырял ямки. Что там? Лирик что-то нас напрятал. Марсик, кому сказал? Иди сюда. Хватит царапать. Там Жорика нету. Он не под землю спрятался. Мы уже весь сад обходили. Думаю, может, он туда убежал. Нет, в саду его нету. Уйди. Уйди. Уйди, давай. Отходи. Отходи. Кому сказал? Алло, гараж. Ковыряешь все. Ну что, Миронька? В сад пойдете? Или дома будете? Вот, видите, застеклили зимний сад. Полностью закончили вчера. И мастер уезжал. А я по случайности открыл ворота. В общем, видите, какое настроение. Вот у Марсика. Подавленное. И такое игривое у Лирика. Видите, как он осмелел. Ну что? Лирик, лирик. Ты-то радуйся. А я грущу. И Виктория тоже. Вся в растерянных чувствах. Тут бы радоваться, что у нас, смотрите, зимний сад готов. Все, все. А мы. Вот это пятница, 13-ая. Они даже в сад не просятся. Обычно всегда бегут. Такие вот игривые. А тут вот какая-то гнетущая атмосфера повисла. В воздухе. Невидимая такая. И она меня преследует. А я хожу вокруг дома. Вспоминая, как вот здесь у нас вот такое вот, видите, здесь вот это вот, называется ляда. Мы ее открываем. И там храним под баней вот эта вот баня. А под ней вот такая высота. Ну, почти метр. И там у нас вот такие фляги хранятся. Все. И Серега как-то открыл. Туда ставят фляги. Вот она, видите, открывается. Вот щель. Она откручивается. Она на саморезах. Эта штука ляда. Он ее открыл. А забыл закрыть. А вечером закрыл. И в ней остались Марсик с Жориком. А мы не знали. Искали в саду, на улице, везде ходили. Нет нигде их. Пропали. Они там сутки сидели. Вот здесь вот. Вот в этом месте. Они сидели ровно сутки. Я слышал голоса где-то там. Повизгивали собачки. Но мне казалось, что это за забором соседские собаки. Повизгивают. И вот они там сутки просидели. А потом я уже говорю, давай откроем вот эту дырку. Вон ту. Открыли и оттуда выскочили радостные. Марсик и Жорик. Они даже... Там ни воды не было, ни еды. Не знаю. Им так там понравилось. Может быть и мышки они ели. Не знаю, в общем, чем они там питались. Но такой вот случай был с ними. Они пропадали. Но это во дворе. А мы уже думали, ну все, оба убежали. Жорик уже убегал один раз. Его полгода не было. Второй раз через сутки его нашли. Возле магазина там был. У нас есть магазин. Кавказ называется. Марсик, куда побежал? Нет, там его нету. Иди сюда. Марсик. Лирик тоже убегал. Ой, Лирику даже медаль привесили к ошейнику. Тогда все ошейники носили. Чтобы... Ну там адрес был. Чтобы если что там можно было найти его. А вот Жорику не повесили ошейник. Ну дома думали, зачем ошейник? В Краснодаре он носит ошейник. А дома... Как-то не посчитали нужным. Марсенчик, ну что ты там хочешь найти? Ну что ты? Ну мы же сказали, что Жорик как сквозь землю провалился. Вот он и ищет под землей его. Да, настроения никакого. Все замерли в ожидании. Иногда, конечно, они бегут к саду. А вдруг он там? Бывает иногда. Ну забываем же и Лирика сколько раз забывали в саду. И Жорика забывали. И Мирка, и Марсика. В этот раз, конечно, мы неоднократно и весь сад прошли. Все закоулки, какие только есть. А потом, когда посмотрели видеонаблюдение, ну увидели, что он вот в эту щель убежал. Выскочил и побежал. А остальные собачки сидели вот там на ступеньках. Они видели, как он убегал, но никто его не остановил. Ну, может, они думали, что он выскочит за ворота и прибежит обратно. А он не прибежал. Вот Виктория уже два часа ходит. Ищет его, а я жду Викторию. На улице холодно. Я замерз. Пойду в дом. Ну что я скажу? Пятница 13-я дает о себе знать. Вот я всегда смеялся, говорю, да, что там, пятница 13-я, Фредди Крюгер, там, то, сё. А оказывается, видите, вот и нас коснулась эта пятница. Ладно, пойду домой. Утро вечера мудренее. Завтра продолжим поиски. А сегодня я пойду в дом. Когда чего-то не хватает дома, куда-то уходит радость, какая-то тревога висит в воздухе. Собаки это чувствуют. Ну что, Мирочка? Да найдется, Жорик, ну что? Найдется. Пошел домой. Вот какой сегодня день. Мирочка? Мирочка? Продолжение следует...